Добрый вечер дорогие друзья, с вами снова я, Алан Зар. Прошла почти неделя с моего последнего прохождения. Искренне прошу вас прощения. Дело в том, что есть такая штука, называется работа, ее тоже следует выполнять. И тем не менее, свое обещание я держу. Как вы могли заметить, сегодня у меня новый головной убор. Я сегодня решил немножко притвориться Жаком и в Кусто. И неспроста, потому что у нас с вами сегодня необычное прохождение. Сегодня мы делаем с вами прохождение на игру Титаник VR. То есть мы будем делать прохождение непосредственно в режиме VR. Для этого я подготовил шлем и все необходимое оборудование, для того, чтобы мы с вами получили маломальские немножко удовольствия. Надеюсь, прохождение вам понравится. Надеюсь, и я получу немножко удовольствия, потому что за данную игру я уже не садился больше полугода. Тем более в режиме VR. Сразу скажу, что это будет довольно своеобразное прохождение, потому что я из себя игрок довольно плохой. То есть я не собираюсь здесь выполнять какие-то задачи или поиски каких-либо артефактов. Мы будем с вами заниматься тем же, чем мы занимались до этого. Будем заниматься изучением внешних, так и внутренних интерьеров легендарного лайнера, но уже в затонувшем варианте. Так что, ребятушки, заливайте себе чаек, запаситесь печеньками, сажайтесь поудобнее, и мы начинаем. Ну что ж, ребятушки, начинаем мы с вами нашу глубоководную морскую Одиссею. Будем с вами заниматься поисками легендарного лайнера Титаник. Так, получается вот это меню данной игры. Кстати, ребята, сразу прошу вас прощения, если будет слышно, как будто я говорю в нос, это не из-за того, что я болею, а от того, что шлем немножко давит на переносицу. Отсюда я немножко буду говорить в нос. Так, получается, здесь у нас есть несколько режимов, которые мы можем с вами пройти. Ну, там вот, как видите, наверху есть режим Experience, то есть это режим, который предоставляет нам возможность глянуть на катастрофу за последние 20 минут до полного погружения лайнера. Но мы этим с вами сегодня заниматься не будем. Мы сегодня будем заниматься тем, чем мы обычно и занимаемся, да, изучением интерьеров лайнера. Поэтому начнем с самого банального режима, то, что предоставляет данная игра. Ну, новая игра, да. Так, что вот такие вот пирожки, ребятушки. Так, а, тут получается у нас краткая история по Титанику. Ну, то есть 10 апреля 2012 года отчаял в Нью-Йорк с 2200 пассажиров. Ну, 14 апреля 2012 года столкнулся с айсбергом, 1500 человек погибло. Лайнер затонул за 2.40 минут. Это последняя его фотография прижизненная лайнера, которая была сделана, по крайней мере, самая известная. Ну, и найден был лайнер в 85-м году. VR Education представляет нам игру Титаник VR. Насколько это интригующе. Кстати говоря, ребятушки, может, у меня в голове играет какая-то иная музыка, ну, которая представлена в игре. Я все-таки решил представить в данной игре немножко другую музыку, всеми нами известную. Потому что саундтрек Джеймса Кэмерон, как я и раньше вам говорил, меня очень вдохновляет. Он, как мы видим с вами, сверху спускается. Субмарина, копия Мир 1 и Мир 2. Сразу вам, ребятушки, скажу, пока субмарина спускается. Я прохожу данную игру в шлеме Oculus Quest. Получается, обычно он не приспособлен для того, чтобы проходить игры через... Ну, подключение к компьютеру, да? Обычно это можно делать через Oculus Rift и все дела. Но, в принципе, Oculus Quest довольно качественную картинку выдает через шлем. Сколько я не проходил ее, скажем, ну, скажем, третью демо-версию игры Титаник, в честь и слава, да, даже вот эту игру, в принципе, меня довольно это восхитило. Кстати говоря, мы с вами находимся как раз-таки в одной из субмарин. Ну, так вот... Ой, извините, пожалуйста. То есть находимся как раз-таки в одной, вот этой единственной субмарине. Это, получается, ее внутреннее убранство. У нас тут, получается, есть робот, которого мы сможем с вами задействовать при изучении обломков лайнера. Здесь, получается, у нас Predator Roof. То есть, получается, это тоже своего рода шлем для того, чтобы управлять вот этим маленьким роботом, который у нас тут представлен. Между прочим, робот очень сильно внешне напоминает Snoop Dogg, которым пользовался Джеймс Кемерон, когда изучал обломки Титаника в 95-м году, если не ошибаюсь. Но, в принципе, если так посудить... Кстати говоря, если будут появляться вот такие вот линии, ребятушки, это граница моей зоны игровой, которую я не должен пересекать, иначе просто все прохождение можно запороть. Ну, вот, наверху у нас здесь представлен люк данного аппарата. Ну, что ж, ребятушки, я думаю, потихоньку будем двигаться вперед, да? А, тут, получается, у нас возможность манипуляторами двигать вперед, да? А это мы сможем, так скажем, вот правой спускаться вниз и вверх, и налево-направо. Ну, примерно так, короче. Сразу говорю, ребятушки, я не использую клавиатуру. Как вы знаете, у VR-шлемов есть специальные пульты для того, чтобы пользоваться... Ну, джойстики, чтобы управлять необходимыми действиями. Так что это довольно, можно сказать, ты полностью окунаешься в атмосферу управления аппаратом, аппаратом, вот этим аппаратом, который себя демонстрирует аппарат МИР-1. А, кстати говоря, перед нами вот на глубоководном сценарии виден уже нос лайнера. Мы уже подходим к нему довольно-таки близко. Так... Так-так-так-так-так-так-так-так-так... Где же носик, где же носик? Кстати говоря, сразу вам скажу, что вот когда я вот так приближаюсь вперед, можно практически голову высунуть через вот иллюминатор, который передо мной здесь представлен. И это довольно интересное ощущение. Довольно, я не знаю... Вот... Ну, это вообще... Это постоянно... Восхищаюсь. Вот... Я не знаю, как это описать. Когда вот подплываешь... Ну, просто не верится. Если это... Ну, в реальности это так, да? То, что такой гигант лежит на дне океана. Ну, не верится. Как будто это что-то... Я не знаю. Как будто инопланетяне высадились на дно океана, да? И оставили после себя вот такую вот махину. Ну, не верится, что вот подобная махина лежит на дне океана на глубине в 4 километра. Что-то невообразимое. Невообразимое. Не верится. Это, получается, один из боковых якорей. Ну, вы посмотрите. Вот, между прочим, сразу вам скажу, что вот в режиме VR очень хорошо, между прочим, ощущается весь этот массив. Сразу я чувствую, насколько этот якорь, ну, так скажем, соизмеримо крупнее, чем я сам. То есть он, если так посудить, он чуть ли не 3 метра в высоту. То есть, если так судить, да? Ну, да. 3 метра. Чувствуется его вот огроменность, и как этот в Мадагаскар мультике, вот эта крупноразмерность, да? Объемистость. Вот все вот здесь вот такими мерками и чувствуется. Кстати, ребятушки, сразу вас предупреждаю, что я сегодня не буду просто так вот тупо весь вечер проводить за шлем VR, потому что VR все-таки мало-мальски причиняет, ну, такой, немножко дискомфорт. То есть в нем нельзя играть больше полчаса. Но ради вас я постараюсь продержаться настолько, насколько смогу. Так, теперь мы подплываем с вами к левому якорю бортовому. Ну, здесь можно сказать, что он даже не совсем уж и лежит на дне, как он в реальности лежит. Между прочим, я заметил, что здесь вокруг корабля, вокруг обломков, раскинуты вот такие вот булыжники. На самом деле, вокруг Титаника никаких булыжников и нету, вот таких огромных камней, как бы, в реальности их нет. И якорь здесь, в принципе, уже конкретно лежит на дне, и по существу левый борт, он выглядит гораздо хуже, чем правый. То есть на самом деле, ну, ладненько, давайте-ка возвращаться к нашим баранкам. То есть сейчас будет подплывать к носу, и начнем, как во всех документальных фильмах Джеймса Кемерона. Ну, скажем, в частности, «Призраки бездны». Поднимемся над носом. Ну, посмотрите, это просто... Я просто реально чувствую весь масштаб вот этого гиганта, вот реально. И на самом деле, ребята-разработчики данной игры, они очень хорошо постарались, чтобы воссоздать полностью все, ну, вот, скажем, ржавые подтеки, сталактиты и прочие-прочие вот эти моменты. У меня ощущение, как будто я дном ткнулся о палубу. Ну, это, получается, вот эти цепи, как вы видите, цепи, которые держали якоря на местах, по крайней мере. Так. Кстати говоря, сразу, ребятушки, я вам скажу, что сегодня, наверное, буду делать обзор просто вокруг лайнера. Это будет вполне себе справедливо, да. В следующий раз мы уже будем делать обзор уже внутри интервью, потому что там много чего можно посмотреть, на самом деле. Хотя, сразу вам скажу, что у меня не было возможности хоть разок изучить корму, потому что, видимо, для того, чтобы пройти корму лайнера, нужно, на самом деле, выполнить некоторые задачи в данной игре. Чего, как бы, я ни делал, и, мне кажется, делать я не буду. Буду. Кажется, я ткнулся попой, и поэтому субмарина немножко почему-то дергает. Не знаю, почему. То есть, получается, вот это наш мостик. Ой, не мостик, а, извините, мачта. Мачта, передняя мачта, которая лежит на мостике. Это, получается, воронье гнездо, на котором обнаружили айсберг. Но дело в том, что он на сегодняшний день не сохранился. Хотя, в принципе, никто не может сказать, что с ним случилось. Возможно, его даже утащили в свое время. То есть, ну, мы же не знаем, в принципе, может, у кого-то есть частная возможность добраться до обломков лайнера, да. Ну, используя чужие какие-то глубоководные аппараты, которые миру неизвестны. И можно поднять те или иные артефакты. Возможно, и это было поднято. Ну, все-таки, не сказать, что воронье гнездо какое-то хлюкое. Тоже металл, как-никак. Правда, сказать, мачта уже сегодня выглядит не так, как она представлена здесь. Потому что, в принципе, здесь обломки представлены на момент обнаружения лайнера. Ок, смотрите, там на мачте бегает какой-то лобстер. Да. Крабик какой-то, видите? Крабик какой-то бегает. Ну, получается, обломки выглядят на момент обнаружения. Соответственно, если сегодня глянуть на мачту, она уже давно лежит на палубе Титаника. Это раз. А во-вторых, она вся впала внутрь. Ну, то есть, еще, можно сказать, лет 10. И от нее вообще, в принципе, ничего не останется. Так, ну, ладненько, давайте-ка подплывать непосредственно к мостику. Реально, ощущение, как будто ты реально находишься вот в аппарате МИР. И вот, когда подходишь вот так близко, ну, реально, ощущение, как будто вот сейчас ты... Не знаю, ребятушки, если у вас есть возможность, пожалуйста, обзаведитесь VR-шлемом. Ну, и самое главное, конечно, чтобы был мощный компьютер, чтобы видеокарта могла вынести данную нагрузку. Потому что, все-таки, не каждый компьютер может вытягивать вот такую VR-нагрузку. Понятно? Ну, а шлем? Ну, конечно, из шлемов, конечно, самый передовой сейчас Oculus Quest. Между прочим, есть и Oculus Quest 2, который, между прочим, более передовой, чем тот, в котором я сейчас делаю прохождение. Потому что, вот здесь, например, шлем представлен, скажем... Ну, его экран представлен просто двумя экранами OLED. А новый Quest, он сделан... Ну, экран его сделан чисто ЖК, жидкокристаллический. И разрешение у него гораздо выше. Поэтому, если есть возможность, покупайте. Сейчас, между прочим, цены не такие уж высокие на VR-шлемы. На Авито можно, скажем, такой вот шлем приобрести за 32 тысячи. Ну, это средняя цена примерно. Это, получается, место первой трубы. Ну, остатки, получается, ее... Ну, получается, ее колодец, можно сказать. Колодец от первой трубы. Так, пошли дальше. Между прочим, очень хорошо помогает вот карта. Навигация, чтобы, в принципе, не путаться со своим местоположением. Так. Дальше-ка вниз немножко опустимся. Так, мы с вами, получается... Вот здесь эта шлюпочная палуба. Так, посмотрим, что у нас здесь. Вот, как вы видите, здесь двери есть... Ну, открытые, да? В принципе, в следующий раз мы можем спокойно с вами делать прохождение уже внутри самих интерьеров. Ну, посмотрите, ну, это просто какое-то... Как будто кто-то взял и построил огромное... Одиннадцати... Какого там одиннадцати? Двадцатиэтажное здание на дне океана. Ну, просто не верится. Просто не верится. Что такое гигант? Лежит на дне океана. Ну, это невообразимо. Конечно, я думаю, таких ощущений не возникает, скажем, при погружении на Британик, скажем, под ноги его обломков, потому что все-таки он на боку лежит, а здесь как будто просто взяли и построили здание на дне океана. Это что-то неописуемое. Просто ощущения сразу вот такие первые возникают. Чувство, как будто это место было, я не знаю, можно сказать, предначертано для данного корабля. Тут видно, как витражные окна, получается, все разбитые. Это, получается, у нас с вами вход в первый класс, то есть со шлюпочной палубы. Здесь мы попадали прямо к парадной лестнице. В ту злосчастную ночь как раз здесь стояли музыканты и играли свои последние произведения. Ну, а отсюда уже все, палуба уходит в никуды. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Насколько это все драматично. Ну, это что-то сюрреалистичное, как будто, я не знаю, какой-то верх сюрреализма. Вот палуба идет, да, давайте поближе подплывем. Идет, 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 а потом куда-то уходит в никуды, да. Что-то невообразимое, что-то уникальное. Но, между прочим, даже туда, вот в эти палубы, да. Ну-ка, дайте-ка подплывем, посмотрим, что внутри. Ну, я думаю, от того, что мы здесь столкнемся, ничего не будет. Так, дайте-ка поднимусь. Я хочу посмотреть, что внутри. А внутри просто текстурка. Ну, тем не менее, ребята здесь, ну, разработчики довольно хорошо постарались воссоздать, по крайней мере, все те каюты, которые, ну, в которые удалось попасть Джеймса Кемерону при своих погружениях. Ну, здесь получается место уже, по сути, раскола лайнера. Как видите, из-за того, что здесь лайнер просто покорежил конкретно, все иллюминаторы просто вырвало. Ну, если вы помните в фильме Джеймса Кемерона, когда лайнер просто раскалывается надвоем, соответственно, все иллюминаторы просто, ну, прямо вылетают из корпуса. Тут даже можно видеть своего рода выпуклость. Как будто, вот, ну, понятное дело, из-за нагрузки просто выпукло. То есть, корпус вдуло наружу, можно сказать. Да, ну, в принципе, это видно. Так, вот перед нами предстают величественные котлы. Так, сколько их тут? Три, четыре, пять, там шестой где-то еще спяток. Тут должно быть шесть котлов, да, или пять. А ну-ка, раз, две, три, четыре, пять. Нет, ребятушки, я вру, тут пять. Что-то я с счетом совсем перебился. Но сразу вам скажу, что вот, что касается вот этих вот труп, которые вот перед вами лежат. Между прочим, я даже сделал сравнение из документального фильма Джеймса Кемерона «Призраки бездны». И там, ну, я просто был ошарашен, когда увидел, что ребята реально запарились, воссоздавая все вот эти искореженности, да, вот такими, какими они лежат на дне. То есть, по сути, ребята молодцы. То есть, они постарались, по крайней мере, ну, на 80% воссоздать идентичную обстановку, ну, идентичную ситуацию лайнера на дне океана. Так. Ну, здесь получается вот конкретный разрыв. Между прочим, пока мы крутимся вокруг себя, мы постепенно спускаемся вниз. Ну, то есть, аппарат сам тянет меня вниз. Ну, котлы, конечно, просто гигантские. При расколе многие котлы просто-напросто выпали из корпуса. Ну, это, получается, вот эти балки. Ну, там, между прочим, сразу сбоку можно заметить. Вот, пожалуйста. Ну, это, получается, по сути дела, скелет лайнера, вон. Скелет, на который крепился непосредственно весь корпус. На Британике, между прочим, этот корпус полностью изнутри был залатан вторым корпусом. Ну, то есть, двойным корпусом. На Титанике, к сожалению, этого не было. Хотя, я думаю, как и обычно это бывает, даже такие вещи не спасают. А там сзади, насколько мне, как я понимаю, уже идет переборка, вон сзади. Водонепроницаемая переборка. Это просто сюр, настоящий сюр, как Джеймс Кэмерон говорит. Как можно было просто... Ну, понимаете, это вот реально, как биомеханическое граффити. Вот реально, биомеханическое граффити. Все, что из себя представляет механизмы, балки, бимсы, это все смешалось с биоматерией, которой обрастает та или иная конструкция на протяжении десятилетий. Как будто мы нашли какую-то, я не знаю, как будто Атлантиду нашли, ребятушки. Честно. Мне интересно было бы, конечно, еще бы к корму глянуть, потому что там есть очень уникальная, ну, прямо уникальная возможность глянуть на поршневые двигатели. На гигантские поршневые двигатели, которые до сих пор стоят на страже. Они реально выглядят как сфинксы. Не замечали, нет? Как будто они реально охраняют какую-то подводную гробницу. Ну, тут тоже, получается, место, я так понимаю, второй трубы, да? Здесь была вторая труба. Ну, вот так вот лайнер будет постепенно схлопываться в сторону кармы, потому что там все конструкции просто-напросто проржавели, сгнили, и все это под давлением все спускается вниз. Ну, понятное дело, что все настройки уйдут в небытие довольно скоро, ну, еще, ну, может, все, ну, там, 20-30 лет. Но вот корпус основной, он останется еще надолго. Возможно, наши еще правнуки смогут увидеть это величие. Так, это что там у нас на стенке? Ну, фонарь, я так понимаю, светильник уличный. Ну, здесь даже продемонстрировали ребята, ну, разработчики, как выбило все вот витражные окна. Это, скорее всего, от, ну, непосредственно, аэродинамического эффекта, когда просто-напросто под давлением воды все окна выбило. Ну, и, понятное дело, от того, что лайнер столкнулся от Нуокеан, но это не единственный эффект, который возник тогда. Еще воздействие непосредственно воды, которая шла за тонувшим лайнером. А это, кстати, получается компенсационный шов. Ну, то есть, по сути, это разрыв по компенсационному шву по всему лайнеру. Ну, по крайней мере, не по всему, вот посюда, до палубы С практически. Так, что у нас дальше? По-моему, мы сейчас дойдем до каюты капитана и мы сможем с вами посмотреть на его ванночку, где он ванночки принимал свои. Так, а ну-ка подняться немножко надо нам, ребятушки, подняться. Так, 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 так. Э, а где ванна? Ребятушки, где ванна? А ну-ка дайте-ка подплугу. А, вон там, кажется. Да, 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 да. Там, или там не ванна? Нет, все-таки ванна. Так, дайте гляну. Да, совершенно верно. Тут у нас есть ванна и унитаз. Ну, это капитанский ванна и унитаз. Да? Ну, видите ли, дело в том, что все-таки это демонстрация на момент обнаружения лайнера. Возможно, тогда полностью вот эта стенка не отпала, да? Хотя, по-моему, все-таки не отпала. Но, тем не менее, хорошо было видно ванну капитана Смита. Здесь почему-то немножко не с того ракурса, но немножко неудобно. Я не могу глянуть. Так, это получается шлюп-балка величественная. Одна из немногих, которая осталась стоять вот в таком же вертикальном положении. Остальные все просто-напросто выбило. И все они лежат вокруг лайнера на дне. Ну, тут, понимаю, уже система бунтует от того, что я не выполняю никаких задач. Но я не собираюсь этим заниматься. Это скучно. Так. Ну, это получается рулевое управление. Всем кораблем. Ну, это, по крайней мере, то, что от него осталось. И я вам скажу, что это довольно стойкая махина. Она еще будет стоять там безумно долго. До тех пор, пока существует надстройка. А, кстати говоря, у нас здесь, получается, лежит остатки от еще... От одной шлюп-балки. Вот, пожалуйста. Как вы можете ясно видеть. Так. Давайте-ка крутанемся. И все-таки давайте я круг сделаю. Вот так. А то просто начинаешь дезориентироваться. Где ты, что ты, как ты. На самом деле. Между прочим, здесь люк номер 2 и 3. Между прочим, туда тоже можно спуститься. Тоже можно заниматься изучением обломков. Между прочим, и насколько я знаю, здесь можно спуститься и глянуть на... Почтовое отделение, которые там были, где почта хранилась. Ну и багажные отсеки тоже. Конечно, у нас здесь нету возможности глянуть непосредственно на... Так скажем, на разрыв, который устроил айсберг при столкновении. Да, ну вот эти повреждения. Но... Хотя, в принципе, ребята, разработчики на это не ориентировали здесь. Чтобы даже это показать. В принципе, никто и никогда повреждения, устроенные айсбергом, не видели. Это, получается, я так понимаю, тросы от мачты. Да, вот эти висят здесь. Да, скорее всего. Но я не перестаю восхищаться вот этим якорем, ребятушки. Это просто что-то невообразимое. Вот когда подплываешь так близко, да, начинаешь чувствовать, насколько ядрить, мадрить корабль огромен. Ну просто. Это просто невообразимо. Это какой-то, я не знаю, сверхгигантизм. И просто начинаешь понимать. Вот, посмотрите, здесь всего лишь, ну, каких-то два этажа, да, лайнера стоят над дном океана. А остальные этажи, там, сколько, 10-15 этажей еще можно считать, да, они ушли на дно, да. То есть, насколько лайнер огромный. Просто даже по сегодняшним меркам этот лайнер просто пугает своим гигантизмом. Я по-другому это назвать не могу. Ну, ребятушки, что ж, я думаю, что на сегодня этого достаточно, потому что у меня уже лицо немножко накипело все-таки. И шапочка, и шлем, это все довольно-таки интересно, но тяжко. Так что сегодня сделаем небольшой перерывчик, да, и завтра мы уже продолжим с вами изучать, продолжать изучать лайнер, но уже внутренние интерьеры. Будем пускать наш виртуальный Snoop Dogg по внутренним интерьерам корабля. Так что, ребятушки, всего вам доброго, до скорого.